вебинара. Добрый день, коллеги! У нас за окном золотая осень, и хочется день начать с чего-то прекрасного. Не с файлов из табличек, а, например, с создания очень интересных и эффектных слайдов. Я сегодня утром первое, что открыла, это сервис Canva. А вы? Действительно, обзоров сервисов и приложений для создания презентации существует очень много, но каждый автор пишет их со своей точки зрения. И для того, чтобы найти подходящий именно вам обзор, приходится перелопачивать большое количество статей и сайтов. Если автор пишет с точки зрения маркетинга, в каком сервисе легче всего создавать и проводить прямо с экрана впечатляющие презентации для спонсоров или для клиентов, не факт, что именно эта программа подойдет для моих целей. Я, например, ищу сервис, в котором легче всего будет научить работать старшеклассников. Но таких обзоров найти, например, в интернете невозможно, либо очень и очень сложно. И то, о чем буду рассказывать сегодня я, может тоже вам не подходить. У вас могут быть совершенно другие цели, совершенно другие задачи. Поэтому я предлагаю сделать упор не на особенности различных сервисов и предложений, а сценарии их использования. Обычно мы представляем себе так. У нас есть какой-то удобный нам сервис или какая-то удобная программа, и мы работаем непосредственно с ней. Все, что нам нужно, делаем в ней. Я подхожу к этому не так. Сегодня я могу собирать презентацию в конве, завтра открыть PowerPoint, через несколько дней вообще в Adobe Illustrator начинать делать перстку. Почему именно так? Потому что у меня разные материалы для презентации, у меня разные задачи, разные форматы вывода. И вот с этой точки зрения у каждой программы есть свои достоинства, есть свои недостатки. Есть именно тот сценарий, в котором она раскрывается в полной мере. И начнем мы, как обычно, со стандарта отрасли, с той программы, которая давным-давно стала эталоном. Это PowerPoint. И, естественно, можно говорить о его аналоге, о программе Keynote для маков. Она сама по себе довольно похожа по возможностям. Что-то у нее получается еще лучше, например, работа с эффектами и с анимацией. А где-то, наоборот, вот с публикацией в интернете у нее функции немножко поменьше. Но, в общем и целом, они очень и очень по функционалу похожи. Поэтому и ту, и другую мы будем называть стандартной отрасли, именно той программой, которая ассоциируется у нас с презентациями. Основные особенности я не буду делить на плюсы и на минусы. Вы сами решите, что из этого для вас является положительным качеством, а что отрицательным. Шаблонов очень много. На шаблоны часто обзорщики разных сервисов смотрят в первую очередь. И они говорят, что да, для PowerPoint-а шаблонов, в принципе, очень и очень много, но большая их часть находится на сторонних сайтах. Нужно знать эти места, нужно скачивать и затем уже использовать именно эти шаблоны. Встроенные макеты, как правило, не очень хороши, но в последней версии 365 появилась возможность пользоваться шаблонами, которые автоматически генерируют нейросеть на основе того контента, который вы добавили на слайды. Это, в принципе, довольно интересная функция. Она работает еще не настолько хорошо, насколько хотелось бы нам, но, тем не менее, знать о такой возможности стоит. Наверное, из всех программ у PowerPoint и у K-Note самая гибкая настройка анимации. Не все функции находятся в быстром доступе. Иногда нужно зайти вглубь меню, но в общем и целом по возможности настройка анимации, а также настройка интерактивных элементов в PowerPoint реализованы очень хорошо. И это программа, в которой, пожалуй, самый большой список форматов для экспорта, начиная от привычного файла по btx, через PDF, раздаточные материалы и заканчивая созданием видеоролика. Кому именно эта программа подходит? Для кого она может являться базовой? Если для вас принципиально важно, чтобы презентация открывалась на любом устройстве, где бы ни стоял PowerPoint, даже старенький компьютер, если там 97-й PowerPoint, скорее всего, у вас получится без особых проблем и без изменений в дизайне, эту презентацию открыть. PowerPoint хорош, если у вас идет потоковая работа над слайдом. Например, есть шаблоны для оформления курса, и вы одну за одной презентацией в них делаете. Один и тот же дизайн, один и тот же набор макетов, и вы, например, в течение года делаете презентацию в них, как я делаю, например, презентацию для нашего вебинарного трека. И особенно хороши последние версии 365, где добавилось, с одной стороны, много интересных возможностей, например, 3D-объекты, а вот с другой стороны они обрезали поддержку макросов. Но в общем и целом версия 365 заметно хороша и удобна, если у вас, особенно, монитор с большой диагональю, на маленьких мониторах быстро лента, вот это вот меню с иконками смотрится неаккуратно и неряшливо. Если узнаете себя в этом описании, нажимайте на огонек, посчитаем, да, кто у нас является поклонником Пауэрпоинта, кому удобнее с ним работать. Для меня, конечно, главная ценность – это именно в потоковой работе, в том, что не приходится каждый раз заново что-то делать с дизайном, а можно воспользоваться уже одним и тем же макетом. Кому она, наоборот, не подходит? Если у вас медленный и старый компьютер, или если вы работаете сразу на нескольких устройствах, и одно из них явно протормаживает, потому что последняя версия Пауэрпоинта все-таки требует каких-то более-менее нормальных ресурсов, особенно если в вашей презентации много мультимедиа элементов. Не очень удобно работать в Пауэрпоинте в том случае, если у вас много фото и иллюстрации. Да, можно подключить какие-то надстройки, дополнительные плагины поставить и искать по фотобанкам, не выходя из самой программы. Но это работает не так удобно и не так быстро, как нам хотелось бы. Поэтому для Пауэрпоинта нужно сначала где-то найти графику и только потом уже открывать саму программу. Это не всегда удобно. Хорошо, если нужно добавить одну-две фотографии, а если вот вся презентация идет на таких примерах. И не очень удобен Пауэрпоинт в том случае, если вы планируете встраивать свою презентацию на веб-сайт. Нужно будет через посторонние сервисы проходить, конвертировать, нет возможности прямо напрямую получить iFrame код, чтобы презентация отображалась так, как нужно. Опять же, если узнаете себя в этом описании, нажимайте на огонек. Для меня, например, из этого списка самый важный пункт – это последний. Если я делаю презентации для вебинара с Пауэрпоинтом, все отлично. Если для интернета, если я хочу, чтобы это было в ландгридах, мультимедийных материалах, то, к сожалению, Пауэрпоинт – это не тот вариант, который мне подходит. Как может выглядеть рабочее пространство, если вы его формируете на основе именно Пауэрпоинта? Программы, которые ставятся, либо онлайн-версии, где вы работаете. Макеты и графику, как правило, вам придется искать на каких-то сторонних сайтах. Сначала находить, затем редактировать или добавлять в презентацию. Работать над слайдами сама по себе работа очень и очень удобно. Здесь много функций настроек. Если потратить время и настроить программу под себя, то, в принципе, взаимодействие с Пауэрпоинтом, с Кейнотом будет одним удовольствием. И очень много форматов экспорта. Особенно, если вы работаете с онлайн-курсами и добавляете iSpring конверта, iSpring Suite сюда, то, в принципе, никаких проблем с экспортом презентации у вас быть не должно. Сильные стороны Пауэрпоинта, работа над слайдами и экспорт. Следующая ситуация и следующая программа в этой категории – это командная работа. Сейчас большая часть работы проходит, конечно, удаленно. Постоянно приходится с коллегами что-то обсуждать. Их нельзя уже позвать своему компьютеру, показать слайд на мониторе и сказать, что ты думаешь по этому поводу. Нужен какой-то инструмент обсуждения, инструмент общения. И желательно, конечно, чтобы он был сразу в связке с самим сервисом создания презентации. И так, у меня немножко сбилось название вот здесь вот. Это Google Slides. Если скачаете презентацию, потом обратите внимание, что здесь у меня кралась ошибка. И на самом деле это сервис Google Slides. Именно его, я считаю, наиболее удобным для той ситуации, когда над презентацией я работаю с кем-то совместно. Условно говоря, три человека, каждый в своем городе. И нужно буквально за 2-3 ночи подготовить презентацию, которая устраивает всех участников и еще соответствует всем стандартам. Что конкретно насчет особенностей Google Slides? Во-первых, да, он доступен сам по себе. Если у вас телефон на Android, у вас есть мобильная версия. Можно скачать его как отдельное приложение, редактировать прямо на телефоне. Если у вас есть Google Account, значит, у вас сразу есть доступ к Google Slides. И самое главное, эти презентации не занимают места на Google Диске. Любое количество вы их можете создавать. Даже сами по себе довольно тяжелые файлы. И нет, они не будут отнимать драгоценное место в хранилище. На Google Slides очень мало готовых шаблонов. Если вы вообще собираетесь работать с макетами, именно вот такую потоковую работу, когда есть какое-то оформление, в Google Slides это делать, к сожалению, неудобно. Зато в него можно импортировать по PTAX файлы. Уже готовые какие-то презентации из PowerPoint. Здесь не так много настроек анимации, зато есть вектор среди форматов экспорта. Вы можете создать какую-то презентацию с элементами и скачать ее в хорошем качестве, когда можно увеличивать картинки, не теряя качества. Также презентации из Google Slides можно опубликовать в интернете или встроить на сайт. Для этого нужно найти как раз настройку «Опубликовать в вебе», «Опубликовать в интернете» и вы получите как раз код или ссылку, которая затем вставит на ваш сайт интерактивную и вставимую презентацию. Для кого подойдет эта ситуация? Если каждая презентация требует долгого и подробного обсуждения, то есть если у вас с коллегами такой действительно стиль работы, когда вы обсуждаете каждый слайд, каждую иллюстрацию и каждое предложение. Здесь это незаменимо, потому что вы можете комментировать слайды, комментировать какие-то элементы, упоминать людей, получать уведомления по электронной почте, сохранять все вот эти вот ветки обсуждения. И это, конечно, очень и очень здорово. Да, нажимайте на огонек, если себя узнаете. Если вам необходимо сохранять разные версии, потому что автоматическое сохранение в Google слайде работает прекрасно, и вы в любой момент можете вернуть ту версию, с которой вы выступали там два месяца назад. То есть найти эту версию, сохранить ее или сделать ее копию. И так же удобно, если вы постоянно обновляете, изменяете презентацию, например, добавляете туда вот новые иллюстрации, новые какие-то кейсы и примеры, то в Google слайде это делает как раз удобно за счет вот версий и бэкапов. Когда наоборот не подходит этот сервис, в нем, к сожалению, нет полноценных инструментов для дизайна, типографики и макетирования. Если вы как раз любите наводить красоту на слайдах, если вам важно, что вот этот шрифт должен быть на два кегля больше, чем вот этот вот шрифт, то этот инструмент, к сожалению, вам не подойдет. А Google слайд нацелен на простоту, на скорость и профессиональных инструментов дизайна в нем нет. Если вы работаете над слайдами в одиночку, вам ни с кем не нужно согласовывать, то тогда нет смысла лишать себя части функций ради удобства комментирования. Проще выбрать какие-то другие сервисы. И если вы делаете интерактивные презентации, интерактивные упражнения, сложные мультипликационные анимации, то нет, Google слайд для вас не подходит. Как может выглядеть рабочее пространство на основе сервиса Google слайд? Это может быть мобильная версия, это может быть веб-версия. В нем не очень удобно работать с макетами, с графикой. Тоже графику нужно будет искать на отдельных сайтах. Мало инструменты работают над слайдами, зато хорошие варианты для экспорта. Вы можете добавить Google слайд в свою цепочку. Например, выбрав в качестве основы PowerPoint, заканчивая работу над не анимированными презентациями без интерактивных элементов, вы скачиваете в формате PPTX и загружаете в Google слайд. А затем уже загруженную презентацию публикуете в интернете и вставляете кодом на свой сайт. То есть, в принципе, либо для обсуждения, либо как финальная точка для того, чтобы экспортировать особым образом вашу презентацию. Следующая номинация – это лучшая мобильная версия. Я долгое время не обращала внимания на мобильные версии различных сервисов и программ, но все чаще и чаще у меня ситуация диктует то, что нужно сделать в не очень удобных ситуациях какую-то очередную презентацию или даже не сделать, а хотя бы подправить, да, поменять имя спикера, исправить орфографическую ошибку, которую кто-то заметил в презентации и так далее. И лучшая мобильная версия, по моему мнению, обладает, конечно, сервис Canva. Он ставится на телефон, на Android, на iOS. И, в принципе, в отличие от многих других сервисов, у Canva в мобильной версии функционал практически не урезается. Это, конечно, очень и очень удобно. То, что вы делаете в веб-версии, то, что вы делаете в браузере, вы можете повторить и на мобильном устройстве. Шаблонов очень много, часть из них бесплатная, часть из них платная. Самое главное, что они регулярно обновляются. Не всем может нравиться дизайн Canva. Там, хотя большое количество стилей, большое количество вариаций, но в большинстве своем для учебных презентаций, для презентации, которые мы делаем, чтобы максимально эффективно, не эффектно, а именно эффективно предоставить информацию, шаблоны Canva слишком вычурные, слишком такие вот фэнтезивные. В Canva можно организовать командное рабочее пространство. Даже на бесплатном тарифе вы заводите свою команду, добавляете сюда людей, и у вас есть возможность создавать общие файлы или создавать общие папки, где вы будете хранить элементы, которым пользуется каждый человек. Здесь есть возможность добавлять видео, есть возможность добавлять анимацию, хотя она очень простая и действует на весь слайд целиком. Можно сюда же подгружать и презентации, или запускать презентацию прямо с мобильного телефона. Да, такая возможность тоже есть. В Canva огромное количество элементов, и на мобильной версии тоже есть доступ ко всем из них, но она не будет работать, если у вас нет, конечно, интернета. Кому подходит этот сервис лучше всего? Если вам нужны шаблоны, палитры, какие-то определенные элементы, из которых вы собираете презентацию. То есть если есть какой-то корпоративный стиль, и вы можете его легко воспроизвести в Canva. Сюда можно загрузить прямо какую-то конкретную палитру цветов, загрузить логотипы, загрузить какие-то типовые фоны слайдов, типовые фотографии, и затем легко и эффективно их использовать. Если вы делаете акцент на скорости создания презентации, это как раз вот эта вот задача создания или изменения презентации на лету. Действительно, это, наверное, один из самых быстрых вариантов. Если вам подходят дизайны, если они вам нравятся, если они подходят для ваших задач, и нет особых требований корпоративного стиля. Например, корпоративный стиль ИТМО подразумевает использование платного шрифта, который, естественно, в Canva отсутствует. И поэтому презентации для ИТМО в Canva делать в пункт, соблюдая весь бренд-бук, нет никакой возможности. Кому, наоборот, не подходит Canva? И обращу внимание, мы говорим именно про мобильную версию, про возможность делать презентации на телефоне. Естественно, нельзя на телефоне, точнее, можно сложнее и неудобнее, подвинуть картинку влево-вправо на несколько пикселей, аккуратно выровнять элементы. То есть как раз с помощью пальца на экране смартфона это делать не так удобно. И если у вас есть, как у меня, такая норка перфекционизма, все должно быть идеально, то, возможно, это не ваш вариант. Если вам нужно делать презентации строго по определенному образцу, с определенным мостом, определенным шрифтом, определенными колон-титулами, то загрузить вот этот образец в Canva и воспроизвести его довольно сложно, а в мобильной версии сложность этой задачи возрастает еще на порядок. И не подходит, если у вас телефон старенький, если версия андроида уже не новая, небольшой экран, на котором неудобно работать, или нет регулярного подключения к интернету. Вот в этой ситуации, скорее всего, вашим помощником может стать Google Slides, который проще установить на старый смартфон. Опять же, как может выглядеть в рабочем пространстве мобильная Canva. Мобильная Canva фактически это партнер веб-версии Canva. Вы работаете и с веб-версией, и с мобильной версией. Макеты на мобильной версии тоже можно искать, но это уже не так удобно. То есть, скорее всего, вы на экране компьютера продумываете, настраиваете оформление, а затем это редактируете уже на телефоне. На телефоне легко и быстро найти и заменить какие-то графические элементы, добавить прямо с телефона тут же сделанные фотографии. И даже мобильная версия предоставляет большой выбор форматов для экспорта. Хотите, показываете тут же презентацию в онлайне, хотите, публикуете ее как мини-сайт, портфолио, хотите, скачиваете в PDF или отправляете в социальные сети. Так, следующая номинация. Следующие сервисы – это те, которые позволяют нам контролировать полностью интерактив внутри презентации, где акцент идет на взаимодействие. Я думаю, вы легко назовете эти сервисы и легко можете угадать, что первым из них будет Geniali. Я думаю, все им хотя бы раз уже пользовались. У него очень удобные возможности для новичков и всегда есть над чем поломать голову для людей, которые уже много лет знают и любят этот сервис. А у Geniali есть тоже возможность работать над презентацией совместно. Вы можете пригласить еще нескольких человек, чтобы они вместе с вами работали над слайдами. У него удобный поиск в библиотеке элементов. Вы тоже можете искать как фотографии, так и анимированные элементы, так и какие-то иллюстрации или иконки. Интерактив у него преднастроенный, то есть в него жестко зашито, как будут выглядеть интерактивные элементы. Но самих вариантов довольно много. Много иконок. Есть три раздела – поп-ап окно, переход или всплывающее окно. Готовую презентацию можно также встроить на сайт. Есть возможность скопировать iFrame и ваша презентация Geniali будет уже интерактивной. Кстати, не только на сайте, но и что меня очень радует, такие интерактивы Geniali можно ставить на доску Miro. И у Geniali довольно большая коллекция макетов. Тоже они периодически пополняются. Можно посмотреть макеты, которые создавали другие пользователи. и те макеты, которые публикует дизайн-команда самого Geniali. Кому подходит этот сервис? В какой ситуации он будет хорош? Если у вас не настолько сложный интерактив, есть ли это линейные переходы или это одностраничные. То есть интерактивные фотографии, интерактивные плакаты, угадай фото, найди несколько отличий между картинками. Все вот эти варианты интерактива в Geniali собираются просто прекрасно. Если нет желания тратить на дизайн много времени, даже если вы не пользуетесь каким-то готовым макетом, вы можете выбрать готовый лейаут, где именно будет располагаться на этом слайде фотография, где именно будет располагаться заголовок, где будет располагаться текст. Иногда это удобнее, чем брать готовый дизайн-макет, просто для каждого конкретного слайда выбрать расположение элемента. И Geniali прекрасно работает в связке с Миро, с Google Classroom или Microsoft Teams. Можно напрямую в Classroom или в Teams отправлять как раз вот этот вот сделанный вами интерактив. Мне кажется, в этой ситуации просто-напросто Geniali будет незаменим. И наоборот. Если у вас интерактив сложный, например, ветка в квесте событий, каждый из веток там пересекается с другими, если очень сложные настройки интерактива с появляющимися и исчезающими интерактивными элементами, то нет, Geniali с этим, к сожалению, справиться не сможет. Если нет возможности подключаться к интернету при показе, нужно автономно показывать презентацию. Тоже Geniali даст такую возможность только на платном аккаунте. И вообще, в принципе, нужно оценить, насколько вам подходят бесплатные возможности. Меня, например, больше всего смущает ограниченная палитра. И возможность создать свою палитру цветов, мне это кажется не очень удобным. Если узнаете себя в этом описании, нажимайте на огонек. Как может выглядеть Geniali в вашем рабочем пространстве, в вашей работе? Здесь действительно удобно работать с пакетами и с графикой. Работа над слайдами не настолько удобна, как в веб-версии Conway, или как в PowerPoint, или как в Keynote. Но можно выйти из ситуации, как раз выбирая какие-то готовые макеты для слайдов. Не дизайны, а именно макеты. Вариантов экспорта не так много, поэтому либо у вас плотная связка с Miro Classroom или Teams, либо вы делаете вот такие вот интерактивчики и вставляете их на сайт или показываете по ссылке. Можно действительно сделать красивые и интересные презентации с простым интерактивом. И второй сервис, который тоже отвечает за полный интерактив, у него, конечно, интерактив совершенно другой. Если в Geniali мы получаем обратную связь при клике или наведении мышки на какой-то элемент, то в Prezi интерактив, в принципе, дает сама навигация. То есть сама навигация необычная, непривычная и тоже может читаться полностью интерактивной. Он, конечно, нестандартен и непривычен для работы. И вообще это тот сервис, когда нужно заранее серьезно продумывать структуру вашей презентации. Не так удобно на ходу ее переделывать. Интерактивные элементы тоже присутствуют, но они настроены только для внутренней навигации. В отличие от Geniali в Prezi нельзя ставить ссылку на внешний сторонний сайт. Нельзя эту презентацию в бесплатной версии скачать или встроить, только показать по ссылке. Зато можно записать видеопрезентацию. И вот как раз сейчас все развитие Prezi нацелено именно на создание удобного сервиса видеопрезентации. То, что вы тут же накидали на слайды Prezi, вы можете вывести видео в формате, где будут видны и слайды, и вас как спикера. Причем это будет не как раз вот в таком вот окошечке в уголке, а вы будете полноценным участником презентации. Для кого подходит? Если вы готовы потратить много времени на дизайн, как раз из-за непривычности самого интерфейса программы, самих ее настроек, из-за непривычности принципа навигации, на дизайн в Prezi придется потратить значительное время. Хотя вы можете выбрать готовый уже макет, разобрать его на части и попробовать повторить или прямо внутри него опубликовать свой контент. Если вы планируете создавать таймлайн, истории мэпы, путешествия, то есть как раз ваша презентация связана с движением или метафорой движения. И разумеется, если вы записываетесь в своей презентации на видео, то есть не просто проводите видео лекцию, а вам нужно именно записать видеоролик со слайдами, то, по моему мнению, Prezi в этом плане действительно представляет самый лучший сервис. И наоборот, не подходит, опять же, из-за ограничений на скачивание и на встраивание, только показать по ссылке. Если у вас нет интернета, то от Prezi, к сожалению, придется отказаться. Также, если вы не привыкли как раз заранее продумывать и прорабатывать структуру презентации, то с этим сервисом, возможно, будет сложно и неудобно работать. И, к сожалению, инфографика в Prezi доступна только на платных аккаунтах. Если вам нужно показать какие-то цифры, графики, диаграммы, то вы сможете вставить их картинкой, а из-за особенностей навигации картинки могут размываться на отдельные пиксели. Опять же, в вашем рабочем пространстве как раз Prezi, во-первых, может стать просто вдохновением найти какие-то интересные, необычные варианты презентации. Сюда можно импортировать то, что вы сделали в PowerPoint. Какую-то графику искать может быть не так удобно, но зато из готового макета по-быстрому сделать презентацию с интересным и необычным эффектом, почему бы и нет. Теперь тот сервис, который, наверное, искали многие давно, сервис, в котором есть кнопка «Сделать хорошо». Тот сервис, который берет на себя большую часть автоматизации работы с презентацией. Вообще подобных сервисов давно пытаются придумать. Есть, например, сервис, точно сейчас скажу, у них у всех очень похожие названия. Слайдер. Вот есть слайдер, а есть слайдер. У сервиса слайдер как раз тоже по задумке авторов должна была быть возможность просто автоматически делать хорошую презентацию. У вас есть возможность выбрать примерно из 10-15 макетов, и затем вы просто в специальные поля забиваете контент. Никак влиять на дизайн вы не можете, он забит жестко. То есть все, что вы можете, это писать текст или загрузить какие-то фотографии. И не факт еще, что кириллические символы будут потом смотреться хорошо. А вот у сервиса Beautiful таких проблем нет. Если вы посмотрите на скриншоп, вы увидите пример, и это не просто какой-то абстрактный пример, абстрактный скрин. Это то, что при подготовке к вебинару я сама создала буквально в несколько кликов. То есть действительно здесь можно делать очень красивый дизайн, в том числе и используя кириллические шрифты. Это может выглядеть эффектно. Beautiful автоматически создает макет. Когда вы добавляете какой-то контент на слайды, он сам его оформляет, но у вас, конечно, остается по-прежнему контроль большой. Вы можете сдвигать, изменять цвета, менять эти макеты, менять оформление. То есть автоматизация есть, но при этом весь контроль все равно остается в ваших руках. Не очень удобно, что шрифт на лету изменять нельзя. Здесь даже просто нет вот такой панельки, где можно по-быстрому поменять шрифт или его размер. Размер меняется только изменение самого объекта, а шрифт задается для всей презентации. Нужно зайти в настройки и только после этого менять шрифт. Эффект анимации тоже, к сожалению, один. И в бесплатной версии на слайдах остаются водяные знаки. В Beautiful можно импортировать презентацию в формате PptX, хотя результат не всегда получается достойный. И здесь тоже поддерживается командная работа. Для кого подойдет этот сервис? Секунду. Теперь у меня уже пропали символы контроля над презентацией. Если вы не хотите задумываться о дизайне, настройке макетов, если вам действительно нужна эта кнопка «Сделать хорошо», чтобы кто-то за вас подумал и аккуратно расположил все на слайде. Работает достойно. Я проверяла, сервису можно доверять. Если вас устраивает небольшое количество форматов экспорта, то есть исключительно либо PTF, либо показ по ссылке. В PTF, естественно, анимация не сохранится. Если вы делаете какие-то анимированные элементы, то показывайте их по ссылке. У Beautiful.ai очень много вариантов инфографики, и она в том числе анимирована. Если нужно произвести как раз такое впечатление, то однозначно говорим «да» этому сервису. И наоборот говорим «нет». Если вам нужны профессиональные инструменты работы со шрифтом из палитры, здесь подобного просто не имеется. Если привыкли сдвигать на 3-4 пикселя влево, что-то понемножку изменять, Beautiful.ai не всегда это понимает и принимает. Начинает пытаться перестроить весь слайд. И если у вас есть какой-то корпоративный стиль оформления, вы не сможете его полноценно воспроизвести в этом сервисе. Как и для чего его можно поставить в ваше рабочее пространство? В первую очередь для поиска макетов, для создания как раз вот такой красивой графики, даже если не презентация, даже просто если вы хотите сделать вот как раз впечатляющий, интерактивный отдельный элемент. Варианты, как я говорила, здесь уже сами по себе очень и очень бледные. То есть автоматизация, красота, впечатление – это сюда. И еще несколько сервисов, которые, в принципе, могут пригодиться, если вы решаете какие-то специфические задачи. Первый из них – это сервис PictoChart. Он как раз нацелен на создание графики, инфографики, и действительно здесь инструменты работы над данными более-менее полноценны, в отличие от других сервисов создания презентации. Естественно, есть ограничения на количество дизайна, на объем хранилища, на количество скачиваний и так далее. Здесь всегда придется следить за объемом использованного пространства, за количеством созданных работ. Сюда можно добавить членов команды, чтобы вы работали над презентациями совместно. Здесь количество макетов готовых уже откровенно небольшое, зато презентацию можно потом вставить на сайт. Если вы делаете презентацию, опираясь в первую очередь на инфографику, и не пользуетесь, как правило, иллюстрацией, потому что фотографию в сервисе можно найти, иконки можно найти, а вот по иллюстрациям у него откровенно бедный набор. И нет, если все наоборот, особенно если вам нужно загружать свои картинки, как я уже говорила, здесь есть ограничения на объем. Если вам нужны интерактивные элементы пикточарта, в принципе их нет. И опять же при показе презентация листается сверху вниз, что тоже может оказаться непривычно. Спасибо. Как один из вариантов сервиса, да, вполне возможно, но только если вы делаете акцент именно на инфографику. С моей точки зрения не самый удобный вариант. Следующий такой запасной аэродром – это Slides. Обратите внимание, есть слайдер, про который я уже говорила, где нет возможности контролировать дизайн. И есть Slides. Много сервисов работает с презентациями, как раз на слове Slides и основаны. Довольно простой сам по себе сервис. Тут нет ни макетов, ни готовых дизайнов. Интерфейс сам по себе упрощенный и непривычный. И написано, что на бесплатном тарифе может даже появляться реклама, если вот вы вставляете кодом, вставляете айфреймом презентацию на сайт. Я не видела у меня Adblock, но имейте в виду такую возможность. У Slides есть необычные блоки, которых нет ни в одной другом сервисе создания презентации. Вы можете прямо внутрь слайда вставить интерактивные элементы, как код Афрейм, можете вставить математические формулы, а можете вставить код. Причем этот код можно будет при просмотре презентации скопировать нажатием на одну кнопку. В этом случае да. Обратите внимание на сервис Slides. Если много формулов, таблиц, если нужно вставлять код, если вы привыкли к PowerPoint, то есть нужно на него максимально похожее, то да, обратите внимание на этот сервис. И он вам не подходит, если вы начинаете свою работу с выбора уже готовых макетов или если вы привыкли работать в команде. Точно так же, просто имейте его в виду. Ну вот функция с копированием кода меня, конечно, впечатлила. И, наконец, еще один сервис – это Vizmi. Я думаю, про него вы слышали. Он более популярен. У него довольно часто меняется интерфейс, но вот самая свежая версия выглядит так, как вы сейчас видите перед собой. Он может подгружать презентации из PowerPoint. И здесь, в отличие от других сервисов, довольно гибкий контроль над анимацией. То есть после PowerPoint, после Keynote, наверное, это самый лояльный к анимации сервис. Здесь также можно ставить внутренние ссылки и pop-up элементы, но нельзя ставить внешние ссылки. И вообще в бесплатной версии вы можете добавить на презентацию только 10 вот таких вот интерактивных объектов. Точно так же есть и ограничения и на доступы, и на объемы, и на экспорты. Опять же, нужно внимательно смотреть. В принципе, канву можно заменить на Vizmi. То есть и тот, и тот сервис умеет работать с дизайнами для социальных сетей, и вы можете считать их взаимозаменяемыми. Vizmi умеет встраивать презентацию на сайт, и у него, опять же, в отличие от многих других сервисов, есть программа, которую вы можете поставить на свой компьютер. А также, в отличие от канвы, у Vizmi очень большая коллекция 3D-объектов. И если вам нравится именно такой стиль, то, возможно, Vizmi будет более удобный. Он не подходит, если вы не готовы покупать премиум-тариф. Даже не просто базовый, а скорее командный, который стоит в районе 29 долларов в месяц, без премиум-тарифа с ним на самом деле работать очень и очень сложно. И если нет возможности платить за него, то, я думаю, большую часть задач можно решить и инструментами попроще. Но, тем не менее, имейте в виду, что есть вот такой вот необычный сервис. Возможно, он будет более дешевым, возможно, будет более удобным. И сам по себе действительно он на канву похож. Если вам надоели стандартные дизайны для социальных сетей, которые все подряд делают в канве, то вы можете обратить на него внимание. Давайте подытожим то, про что говорили сегодня, и посмотрим, какие сервисы в каком случае нужно выбирать. Если вы привыкли работать от готовых макетов, вам нужно найти какой-то симпатичный дизайн, а потом его изменить. Или наоборот, самим сделать какой-то дизайн, а потом сохранить и продолжать в нем работать. Какие сервисы подойдут вот в этом случае? Это сервисы Geniali, Prezi и Canva. У всех трех сервисов очень много готовых макетов. У всех сервисов макеты регулярно обновляются. Всегда можно найти что-то новое. Макеты в разных стилях, очень сами по себе симпатичные. Их можно изменять, редактировать и сохранять себе на будущее, чтобы потом пользоваться в дальнейшем. В некоторых сервисах можно сохранять уже готовые блоки в вашу личную библиотеку и затем быстро разворачивать их уже на новых слайдах. С моей точки зрения, Canva более-менее универсальна, но и в Geniali, и в Prezi вполне можно работать с готовыми макетами. Даже если не работать, то, по крайней мере, посмотреть и восхититься однозначно можно. Если вы привыкли работать несколько по-другому, если вы привыкли начинать не с дизайна, а со сбора контента, сначала мы собираем все тексты, сначала мы находим все фотографии, все иллюстрации, а может быть, даже сканируем что-то из учебника или строим в сторонних сервисах, например, во Флориш, инфографику. И только потом уже приступаем к сбору самой презентации. Здесь уже другой набор сервисов. В этом случае ваши помощники — это PowerPoint и Keynote, это Google Slides и сервис Beautiful. Сначала контент, и в PowerPoint тоже, обратите внимание, мы, в принципе, привыкли работать, начиная с того, что добавляем что-то на слайд, и только потом занимаемся его оформлением. Такой же клонированный подход у Google Slides, а Beautiful, по моему мнению, для этого подхода самый лучший сервис, потому что он еще и может автоматически все красиво и аккуратно расставить. И третья ситуация — если вы отталкиваетесь от форматов экспорта. Если у вас прям какая-то экзотическая ситуация, когда нужен очень специфический формат, очень специфический вывод готовой презентации, тогда смотрите как раз по настройкам экспорта. Три сервиса, которые предоставляют самые нестандартные варианты экспорта — это Prezi, для того чтобы вы могли делать видеопрезентации, это Google Slides, который может выдать вам векторные форматы, а это очень здорово, если вы потом собираетесь превратить презентацию в раздаточные материалы, в полиграфию. И это сервис Slides, который единственный на моей памяти умеет сохранять презентацию как HTML-файлы. HTML — это значит, что вы сможете показать презентацию абсолютно на любом компьютере, даже если там не стоит ни PowerPoint, ни нормальный браузер, и все равно на любом есть Internet Explorer, а значит, ваша презентация будет показана. То есть вот, наверное, крайне редко встречающийся случай, но тем не менее, сервис Slides умеет выводить как раз в HTML-формат. И поскольку у нас осталось еще несколько минут, я вот хочу показать вам один из этих сервисов, Beautiful, про который я сегодня так много говорила, его с точки зрения плюсов и с точки зрения минусов. Я уже сделала здесь несколько слайдов предварительно. У меня есть заголовок презентации, есть какая-то инфографика. Как видите, в правом нижнем углу есть логотип. У меня всегда есть возможность быстро изменить макет, сделать так, что у меня по-другому будет смотреться как раз сам слайд. Мне для этого делать ничего не нужно, все настраивается уже автоматически. Вот это облако слов, оно находится в... Отметьте, пожалуйста, видно или не видно. Можете нажать на огонечек, если вам видно. Тогда, возможно, дело, Галина, в том, что нужно перезагрузить вкладку браузера. Инфографика, которая создается автоматически, то есть вот прямо возможность создать уже сразу готовую инфографику, это облако слов. Я просто установила сюда, написала какие-то слова, маленькие, большие, разными цветами. И у меня есть кнопка переупорядочить слова. Можно несколько раз кликнув и получить именно то расположение слов, которое вам кажется наиболее удачным. И это только один из вариантов инфографики. Есть и вот такие вот инфографика, пайчарты, заполняемые, термометры и так далее, и тому подобных вариантов очень много. Вот здесь вот посмотрите, это лейаут на текст нацеленный. Он у меня автоматически пересобирается, когда я добавляю сюда контент. То есть стало текста меньше, у меня переупорядочились пункты, станет текста больше, автоматически они пересчелкнут. И у меня есть возможность выбрать какой-то из цветов, из цветовой палитры, выбрать какой-то вариант фона, или просто покрасить все пункты в разные цвета. Вот так вот по-быстрому довольно легко. Если вы сначала начинаете с того, что собираете контент, то я думаю, что на Beautiful вам точно надо будет обратить внимание. Ну и все-таки почему 39? Я нашла вот такую вот довольно свежую табличку. Прошлогодний директор одного креативного агентства в одной большой таблице собрал 39 программ и сервисов, в которых можно делать презентации. Здесь есть и классика Keynote, PowerPoint, Canva, есть и необычные варианты Tilda и Redimac, на которых тоже вполне можно собирать отдельные слайды. И вот по ссылке вы можете перейти и посмотреть ее в полной версии. К сожалению, для меня, вот кажется, информации мало. Я бы добавила информацию про мобильные версии, про типографику. Но здесь, в принципе, акцент идет на платные-бесплатные тарифы, на то, как давно существует этот сервис, на наличие русского языка и типовых шаблонов. По крайней мере, когда вы слышите о новом сервисе или подбираете себе что-то новое, вы можете заглядывать, чтобы узнать, есть ли у него, по крайней мере, бесплатные функции и работает ли он на компьютере или только существует как браузерная версия. Я надеюсь, что эта табличка вам пригодится. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. А я пока напомню свой адрес электронной почты, если желаете показать презентацию или пообщаться наедине. И напоминаю, что 8 ноября будет следующий вебинар трека. Он будет посвящен уже привычной теме иллюстрации, фотографии, иконок в презентациях. Я периодически ее повторяю, добавляю, рассказываю о чем-то новом, говорю о том, как лучше именно использовать графические элементы. И заодно отвечу на вопрос, почему в этом учебном году мои презентации зеленые. А вторую презентацию какую? У меня вот одна презентация показана и одна презентация загрожена. Вам спасибо за внимание и за активность. Мне кажется, иногда у нас сегодня огонек разгорался совсем сильно. Из тех сервисов, которые я говорила, у всех есть бесплатные тарифы. Я не включила сюда ни одного сервиса, именно сервиса, мы не говорим про программы, с исключительно платным тарифом. То есть, например, тот же слайдер, Ludus, который есть в таблице 39 сервисов, у них только платный аккаунт, к сожалению. По сервису Beautiful Net презентации я показывала просто вот экран. И она у меня даже не скачена, я просто вот показывала как один из примеров. Можете пересмотреть на видеозаписе. Спасибо большое вам за вашу активность и за ваши теплые слова. И я отключаюсь, желаю вам хорошего дня и передаю слово Татьяне Викторе.